650 метров береговой линии стали предметом обсуждения горожан на очередных общественных слушаниях. На поездке дня две темы. И первая – это второй этап благоустройства набережной на Красном Ключе. В декабре прошлого года концепцию развития уже обсуждали, а сегодня представят готовый эскиз. Опираясь на финансовые возможности и прислушиваясь к мнениям жителей, власти Нижнекамска показали, каким будет обновленный городской пляж. Автомобильная парковка на 120 мест, новое кафе, спортивные и детские площадки. Даже большие качели. Это и многое другое появится грядущим летом. Для того, чтобы у собравшихся было полное представление о грядущих изменениях на набережной, здесь на каждом столе лежат вот такие генпланы. И мы подсели к ребятам из Красноключинской школы. И у одного из учеников сейчас спросим о грядущих изменениях. Как они тебе? Да, в принципе, все очень хорошо. Не думали, что все так будет. То, что много спортплощадок, кафе детских площадок, увеличится парковка. Ну вот какие принципиальные изменения тебе по душе? Наверное, это детские площадки и спортплощадки, так как много детей ходят на каму. Активисты вносили свои предложения. Детский бассейн, питьевой фонтан, тренажерный зал под открытым небом. Мэр Нижнекамска отметил, власти города ограничены в бюджете. Но это не значит, что новые идеи останутся без внимания. Те дополнения, какие мы хотим с вами получить, они будут связаны с финансовой возможностью. Мы рассматриваем возможность привлечения частных инвесторов. 135 миллионов, которые выделят из республиканского бюджета, распределят между набережной и сквером Лимаева. Собственно, о нем и пошла речь во второй части встречи. Проект реализуют в два этапа. После этого территория должна будет выглядеть примерно вот так. Это новый вид остановочного павильона. Такой будет территория возле кинотеатра и обновленные пешеходные дорожки. Обновится центральный фонтан. Появятся игровая, музыкальная и тихая площадки. Создание зоны для уличных форумов, распределение специальных мест по всей территории сквера, установка так называемых хаотичных цветочных клумб. Во время встречи активисты представляли свои проекты и многие идеи взяли на карандаш. Первое, что я замечаю каждый раз в Нижнекамске, это то, насколько спокойно, размеренно и уважительно идет беседа. И это яркое противоречие тому, что иногда происходит в каких-то других населенных пунктах. Я в этом смысле могу сделать только один вывод, что перед вами слово держат. У вас изначально не было такого большого недоверия, какое нам приходится иногда преодолевать, когда мы встречаемся с людьми где-то еще. В следующий раз инициативные группы соберутся вместе через пару месяцев, после этого начнутся строительные работы. А нижнекамцам остается лишь дождаться лета, чтобы полюбоваться новым обликом старых объектов. Вадим Струминский, Максим Липин, Новости НТР. Субтитры создавал DimaTorzok